ту 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 обратите внимание дорогие друзья у нас практически уже расстелена белая ковровая дорожка по саду что же мы такое делаем а мы в полный рост готовимся с вами к фестивалю регистрация кстати уже открыто расписание уточняется дополняется еще много много всего мы попытаемся предложить вам в эти летние дни а мы пока с ребятами начали делать кусок сенсорной тропы которая наталья самоленко представит презентует в субботу 10 числа и будет водить экскурсию рассказывать а тема нашего фестиваля как вы помните сенсорный сад сад чувств пространство где не только глазами но и руками тактильными обонятельными слуховыми двигательными рецепторами нашего организма мы можем впитывать красоту и гармонии для того чтобы восстановить себя подарить себе больше сил и больше гармонии больше красоты в общем кусочек 1 который будет называться первые сто шагов на пути к гармонии мы начинаем делать вот ведь у тебя тоже расстилили геотекстиль пошли за кувалдочками чтобы крепить бордюрчик и кто не знает может быть никто не слышал раньше да кто-то не может быть не в курсе что сенсорная тропа это такая дорожка которая усыпана разным типом покрытия где-то опилочки мягенькие где-то сенцо ну во всяком случае будем делать такие участки где-то деревяшечки где-то спилы а где-то и щебеночка а где-то чуть потяжелее то есть мы планируем здесь сделать вообще в принципе на территории репейника сенсорную тропу длиной в тысяча восемьдесят по моему как-то по фэн-шую то ли по 70 или 40 шагов 1040 шагов сенсорной тропы с различными видами покрытий там что около 20 различных покрытий получается в том числе по полю в том числе по саду в том числе по лесу может быть даже по садовому центру пустим ну в общем подумаем и вот этот первый участок к фестивалю попытаемся успеть и презентовать вам вот немножечко такая сбалмошная сумбурная зарисовочка с поля с репейника спасибо большое мы вас очень очень ждем на фестиваль приезжайте к нам пожалуйста ознакомьтесь с программой программа насыщена различными событиями сенсорную тропу напомню мы презентуем в субботу и мы вас очень очень ждем очень очень любим цеплять с парни придут я же забыла сказать вам самое главное что ходить ты по этой тропе нужно будет босиком босиком ну и конечно одно дело ходить по по мягенькой мульче а совсем другое например вот здесь вот будет это к фестивалю мы не успеем это мы сделаем к следующему году здесь будет деревянный настил вот вот где я иду а будет участок например и сосновых шишек и это конечно уже для продвинутых пользователей поэтому мы конечно же сделаем фестивале первые 100 если быть точно 125 шагов у нас получилось 1 1 отрезок по саду и мы сделаем такой лайтовый конечно вариант чтобы все могли попробовать но будут отворот очки с более таким для более смелых скажем так для щебеночкой например или с отсевчиком где пяточками своими можно будет прочувствовать всю полноту и гамму чувств вот парни уже пришли со своими инструменты парни улыбнитесь что вы такой делаем скажите какой замут очередной тропа босых ножек вот в общем ждем тропа сенсорная тропа надеюсь что погода нам позволит ее подтестировать 10 числа ну чё погнали вот скажи вазик ты когда не смогу подумать что сразу после того как ты даруешь доме хоббита ты начнешь делать тропу босых ток нет конечно нет конечно чудесная девушка не будем показывать пальцами кидать в нее камни ладно нет конечно наоборот это интересно да ну все слава богу все дорогие друзья мы значит начинаем чуть чуть попозже покажем и конечно же и в репортажах ну и надеюсь что лично вам когда вы приедете к нам в гости это сие явление скажем так всем хорошего дня цепляйтесь мы на связи мы здесь вас ждем и очень любим как вы думаете дорогие друзья что такое сенсорный сад я вам вот сейчас двух словах расскажу я сейчас конкретно сижу на мешке с мульчой очень комфортно кстати очень так приятненько сидеть а парни в это время вот видите уже начали первые колышки забывать забивать первые шажки да по тропе ну пока не по тропе а вдоль будущей тропы ну в общем вот прям такой вот бордюрчик у нас кстати геопластборд очень классный бордюрчик всем рекомендую для садовых работ потому что он крепится такими вот пластмассовыми гвоздиками выгибается очень красивый радиус это не надо и остается практически невидимая кромочка после того как засыпется с одной стороны грунта мы подцепим кромку а с другой стороны у нас будет как раз лежать вот это то чем мы планируем вас мучить ну там камушки опилочки сенцо может быть какие-то шишечки там не знаю грязевые ванны грязь намешаем обязательно только там конские какашки не пугай людей ты что к нам никто не приедет это будет сюрприз это будет продвинутый уровень тропы щебенка грязь и конские какашки для смелых мы сделаем такие отворот очки от основной тропы для людей которые не боятся острых ощущений вот смотрите как ровненько стоит бордюр что-то еще будут дополнительные кумыр колочки забиваться и на вот туда вот туда вот туда к шатру вот туда все вести вот эти дорогие друзья там вот наши мальчишки только начали делать сам самую тропу и они должны по идее к вечеру сегодня вот сюда ну или сколько конечно успеет но прийти выйти сюда между плодовыми деревьями и в общем-то водка этот наш шатер так называемая вторая сцена немножко мы так с пафосом конечно главная сцена вторая сцена шатер которым будет происходить в том числе и лекции мероприятия и открытие чемпионата стенды под чемпионат ждут наших конкурсантов поляночку мы тут прокосили прокосили видео какую поляну косили для того чтобы можно было здесь отдыхать гулять валяться на пупах и танцевать танцевальная полянка у нас чуть дальше там будут проходить замечательные мастер-классы различных фитнес тренеров и профессиональных танцоров мы предложим вам потанцевать вместе с нами поразучивать движение и подвигаться в окружении цветов трав и множество множество позитивно настроенных людей в общем все пока готовим конечно такое ощущение что ничего не успеваем но в принципе еще две недели две недели у нас еще куча времени куча времени вот здесь вот я ребяток буду ждать но если не сегодня вечером то завтрак обеда точно